Власть в Армении сменилась, а политика нет. Там по-прежнему навязывают народу карабахскую проблему. Об этом СБС заявил директор грузинского центра исследования терроризма и политического насилия Бадри Начкебия. Эксперт подчеркивает, игры с сепаратизмом ни к чему хорошему не приводят, однако мир это, к сожалению, не усвоил. Как мы знаем, в армянском обществе тоже понимают, что вот эта проблема, как, вы знаете, висит над Арменией, как дамоклов меч. И когда этот меч сорвется, никто не знает. Поэтому вот из таких игр по переселению армян на так называемую историческую родину ничего хорошего не будет. Этим снова поощряется сепаратизм и снова разыгрывается карабахская карта, которая для одних армянских политиков, к сожалению, осталась единственной козырной картой в руках. Переселение ливанских армян на оккупированные земли Азербайджана. Эта тема актуализировалась все последние дни. Армянская сторона, учитывая отсутствие реакции со стороны мирового сообщества, реализует свой коварный план. Сейчас сепаратисты из Нагорного Карабаха и армянские власти просто пытаются, пиарятся, нарабатывать себе авторитет среди армянской диаспоры и вообще среди всего армянства. И учитывая, что, скажем так, социально-экономические проблемы в самой Армении и в Нагорном Карабахе, они не решаются на должном ключе. Люди, которые поддерживали революцию во главе с Пашиняном, они не получили должного результата и не видели быстрых реформ. Пока в оккупированный Карабах переселились всего четыре семьи. Не факт, что скоро они не вернутся назад, подчеркивает украинский эксперт. По его мнению, даже потрясенные бедой ливанские армяне не захотят остаться в этом экономически слабом и, к тому же, незаконном территориальном образовании. Вспомнив, давайте, армян, которые переселились из Баку. И переселились они как раз в Нагорный Карабах. Они же там долго не прожили и большинство из них уехали в ту же Армению в худшем случае, в лучшем случае уехали в Российскую Федерацию. Властям Армении следовало бы заняться внутренней политикой. В Ереване и других городах этой республики не утихают акции протеста. Устранить безработицу – одно из основных требований населения. Это геноцид правительства в отношении собственного народа. Власти довели до того, что я не могу содержать свою семью. Что творится в этой стране? Большое спасибо тебе, премьер-министр, что ты довел нас до такого состояния, до такой нищеты. Все мои родственники покинули Армению, живут в России, США, и мне тоже придется уехать. Устранять проблемы правительство не спешит. Напротив, игнорирует. Для армянского руководства это стало привычным делом. А безнаказанность, как известно, порождает новые преступления. Напоминают эксперты. Михребан Косумова, Сибиси.